Девушки отдыхают Мёд продают 100-граммовыми баночками по цене в 10 раз дороже, чем у нас. То есть вот такая баночка мёда стоит около 1000 рублей. Добавлю, что в Японии есть свой мёд, но его очень мало, так что это дефицитный товар, и мы его отправляем за границу. Вот так вот задорно с песнями и танцами сегодня провожают из Красноярска 2,5 тонны сибирского мёда. Представляете, ну мы на такое событие, конечно же, не могли прийти с пустыми руками. Зато пришли с пустой банкой, чтобы обязательно попробовать, что это за мёд такой чудесный, отправиться за границу. Отправляют мёд прямо с парковки около музея мёда. Вот так вот всё символично. А это, кстати, этот мужчина в красной рубахе, как раз тот человек, благодаря которому сегодня тут всё и происходит. Это пчеловод Андрей Медонос. С чего всё началось? Жил в тайге, Боготовский район. Жил спокойно, никого не трогал. Вдруг появляется японец туда, ко мне, в тайгу. Он засланный с Японии сюда, к нам, в Россию, мёд выискивает и выкупает и туда. Это тот самый мёд, да, который отправляется в Японию? Да, 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 вот этот. Он хранится только в дереве, чтобы он не касается ни пластика, ни металла, ничего такого другого не касается, чтобы не терять свою энергетику и свою вибрацию. То есть это очень важно для мёда. Добрая энергетика? Да, энергетика добрая, вибрация высокая. Я вот так вот сразу. Ну, грех не воспользуется служебным положением. Это что-то маленькая какая-то у вас. Мы вам рады и ёрка побольше положить. Очень вкусный мёд. Супер прям. Меда ушечки бутылочку у вас сейчас ещё. Спасибо. Дарья Сенникова, Иван Дорофеев. Новости Прима. Мёд едим в основном зимой и покупной. Но здесь, конечно, совершенно другой мёд. Он очень вкусный. Вот правда, я такого вкусного ещё не ела. Да, он очень вкусный. Просто вот его хочется и хочется. Сегодня в Красноярске подготовили к отправке в Японию 2,5 тонны мёда. Пасечник Андрей Чернецов рассказал, что мёд производится в Боготольском районе и прошёл все положенные экспертизы стороны восходящего солнца. Для того, чтобы продукт благополучно добрался до Японии, пчеловод пригласил аккордеониста. Причём, как оказалось, песни и танцы – это непременные составляющие процесса изготовления мёда, что очень понравилось представителю японской торговой компании. Чему очень понравилось, что у нас всё сопровождается, например, фольклором, народным фольклором. То есть и в бубен, и гармошка, и даже на скрипке. Мёд, когда выгребаем, у нас скрипачка наша деревенская научилась, она на скрипке играет во время выгребания. То есть это всё очень благотворно на мёд влияет. Японцу сильно это понравилось. Мы знаем точно, что есть такая востребованность и в других странах, хоть и в жарких, но тем не менее наш мёд считается особо ценным. Загружаем мёд. В Японию купим мёд. Вот работают, значит, это сын мой старый, это наши здесь все пчеловоды. Грузчиков не нанимаем, справляемся сами. Вот так вот, видите, контейнер вот такой, красавчик. Всё поднимаем. Значит, в контейнер закрываем. Шесть поддонов мёда в Японию отправляем. Там они с удовольствием уедят, предпочитают почему-то наш мёд. А остальные мёда, не буду говорить какие, вы все знаете в России эти мёда, отвергают и говорят так, если нам в контейнер хоть раз положь не свой мёд, то больше с тобой не работаем. Ну вот, расскажите тогда, пожалуйста, о своём такой особой таризме, который позволяет вам экспортировать уже шесть лет. Ну, не знаю, не знаю, в харизме ли дело. Я не считаю себя таким харизматичным, конечно. Просто так же, как и все пчеловоды, таёжники. А почему позволяет экспортировать? То есть, вопрос в этом, конечно, интересно задан. Не я нашёл, очень важный момент, то есть, не я нашёл японцев там, ну, конкретно в Японию, да, сейчас отправляю. Не я их нашёл, то есть, никого не искал, не вызванивал, в интернете там никого это... Они меня нашли. То есть, не я им продаю, а они у меня покупают. Вот такой очень важный момент. Они покупают. То есть, с чего всё началось? Жил в тайге, Боготольский район. То есть, тайга, десять лет, без света вообще. Старший сын, трое детей, вообще в бане родился у меня, значит, без света. Вот, жил спокойно, никого не трогал. Вдруг появляется японец, туда, ко мне, в тайгу, пришёл, значит, и давай меня там фотографировать. А у меня борода, волосы, я весь в репье такой, знаете, такой, такой вещь, кудой, измождённый такой, этом, сельским трудом таким, знаете, таёжным. Беру дрыну такую и погнал его через реку. Он у меня бежал, этот японец, я его палкой гнал, он в платье вот так оглядывается, кое-как сбежал от меня. Так, представьте, пошёл он, этот японец, не поленился, нашёл моих родственников в центре, Боготол, это центр наш районный, он нашёл там моих родственников, пришёл к ним, такой важный, я с Японии. Вы знаете своего такого родственника, Андрея Медоноса? Да, знаю, знаем, конечно. Он не хочет, но он не знает, он специально засланный, он засланный с Японии сюда, к нам, в Россию, мёд выискивает и покупает. А чем нравится-то японцам мёд? Вообще, в Японии качают мёда 10 килограммов с одного уля, это считается в нём за глаза. А у нас качает, допустим, среднеруская пчела, значит, она приносит в СИЗО 150 килограммов мёда. Вот, представляете, в Японии 10 килограммов в Японии, а у нас 150 килограммов. Вот такая вот разница. Андрей, так всё-таки скажите, чем особо-то он нравится? Особо, значит, как? Вот этот вот японец, значит, мой партнёр, он уже разочаровался, когда был, не буду называть никакие места, все их знают прекрасно, где у нас особо считаются культурные медовые центры в России, да, он и там жил два года, и там жил там полтора года, ну, в этих местах особо, особо популяризированных местах в России, откуда мы якобы все мёд едим, да? У нас были москвичи. Они, да, они, нет, они ему сказали, куда надо ехать за мёдом. Мёд-то в чём ваша особенность? Мёд особенный не только мой лично конкретно, но если только мой особенный, ну, наверное, он особенный в отношении к мёду, нашего отношения к нему, вот особенный в этом, то есть как мы его любим, как мы этот мёд, значит, как мы к нему относимся, как мы его, значит, добываем, как, ну, с пчёлами, естественно, вместе. То есть, конечно же, у нас, допустим, сильно понравилось японцам, ну, когда мы у меня уже познакомились, жил там неделю-две, неделю жил, потом билеты сдал, опять вернулся, снова неделю жил. То есть ему очень понравилось, что у нас всё сопровождается, например, фольклором, народным фольклором. То есть и губен, и гармошка, и даже на скрипке. Мёд, когда выгребал, у нас скрипачка наша деревенская научилась, она на скрипке играет во время выгребания. То есть это всё очень благотворно на мёд влияет, и он очень сильно это понравилось. Редактор субтитров А.Сёмкин